Мы расскажем о нем на примере колхоза «Россия» Новоалександровского района. Или лучше пусть расскажут сами колхозники. Мы не оторвем их от дел, пока не согрелась земля, пока еще не начался осев, а не отдыхая в своем санатории в Кисловозке. Этот санаторий принадлежит двум колхозам Ставропольского края. Здесь мы видим тех, с кем еще часто будем встречаться. С того самолета, рассказывал Колесников, никаких недостатков не видно. Полный порядок. Но, между прочим, видал и как вы худобу тут доглядаете. Худобой у нас скот называют. И кто говорит, в птенечке отсиживается. Теперь мне точная перспектива открылась. Как на ладошке. Даже хату свою видал. И жинку в огороде копается. Дай бог ей здоровья. Вот и в нашем колхозе движение 100 гектарников. Что это значит? А вот что. Один тракторист с помощником обязуется, пользуясь необходимой техникой, 100 гектаров земли вспахать, засеять, обработать и убрать урожай. Не привлекая других колхозников к этим работам. Машин у нас хватит. Первым на своих 100 гектарах начал сев кукурузы Виктор Букин. За ним Михаил Рубцов. И один из активных инициаторов 100 гектарников, дакторист Василий Дронов. Любят наши девчата всякую красоту. Ліда Волобуйева первый год сей, да еще на самостоятельных 100 гектарах. Праздник у нее сегодня. Точно выйдут квадраты сейтелин и на сантиметр не отклоняются. Казалось бы, немного времени прошло после 20-го съезда парки. А сколько нового? Реорганизация МТС развязала инициативу колхозников и механизаторов, позволила лучше планировать и выгоднее пользоваться технику. Только наш колхоз Россия приобрел машин на три с лишним миллиона рублей. Выкупил у МТС мастерские и оборудование. Пришли в колхозы новые люди. Помните Куликова, Федю Архимеда, что еще в Нарзанной Иване изобретал? Теперь вместе с главным инженером колхоза он довел до конца свою мысль. Сделал машину для посадки виноградников. Раньше, чтобы посадить черенок виноградной лозы, руками делали лунку. Потом поливали, сажали, окапывали. А Федя вон что придумал. Изобретение Куликова помогло колхозу без больших затрат на 300 гектаров увеличить площадь виноградников. Расцветает наша земля. В полном разгаре полевые работы у школьников. Только об этом пусть сами ребята расскажут. А что рассказывать? Всем известно, что наша школьная бригада была самой первой в Союзе. Теперь таких много. У нас свой полевой стан, свой участок. В колхозе 8 бригад, а мы 9. И все у нас как у взрослых. И производственный план, и трудовые книжки. Учет у нас ведется также по трудодням. Только, конечно, мы работаем не полный день. Учебный план увязан с колхозной практикой. Окончив школу, мы будем колхозниками, специалистами. Мы ввели в школах специальные уроки по агрономии и механизации. Преподаватели и колхозные бригадиры помогают школьникам овладеть техникой сельскохозяйственного производства. Нашим сложным хозяйстве нужны грамотные работники. Казалось бы, не хитрая штука кур разводить. А загляните на нашу птицеферму. Это куры породы Лехгорн. При правильном строгом режиме каждая несушка дает до 200 яиц. А всего мы собираем 3 миллиона яиц в год. По старинке здесь не управишься. Все механизировано. Все рассчитано по минутам. Музыка. 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 Ежегодный прирост молодняка исчисляется многозначными цифрами. Да это и понятно. Ростут цыплята, как в хорошем санатории. У них тоже и процедуры, и рацион. Он. Цыплята, так же, как и утята, отданы на воспитание молодым. Вот знакомая вам Вера Тарасова, бывшая десятиклассница, оператора инкубатора. А вы же ее видели в санатории. Каждые 20 дней и дней совершает свое первое плавание новое пополнение утенного стада. Пока еще за ними нужен особый присмотр. И это так же поручено бывшим членам школьной бригады, утятницы Вали Каленичевой. Вот она в лодке. Работает утятница и ее подруга, одноклассница Маруся Волкова. За этот год мы обязались вырастить сотни тысяч уток. Конечно, не все для себя. Продаем молодняк многим колхозам. Это большая прибыль. В каждой бригаде есть пруд. И для ухода за птицей, как видите, немного надо людей. Пойдем дальше. Может, вы подумаете, это цветник или сад. А это девчата наши так свою свиноферму украсили. Время обеда. На свиноферме также трудится молодежь. Трудится хорошо. Особенно после отдыха в санатории, как, например, Валя Асеева. Загоняя Америку, мы дадим в этом году на 100 гектаров в годе 110 центров мяса и 152 центра молока. А в 1960 году 158 центров мяса и 380 центров молока. Все зависит от выращивания молодняка, от заботы нашей животноводов. И, надо сказать, стараются они по совести. Вот Рая Моргачева, так она готова круглые сутки подкармливать, обаловать своих любимцев. Не только животноводство. Большой доход дают нам виноградники. У нас их 545 гектаров, не считая молодых. А в 1960 году у нас будет почти полторы тысячи гектаров садов и виноградников. Обязательно будет, потому что посадят их и обработают умелые руки. Потому что растим мы грамотных культурных колхозников. Сегодня многие из них закончили десятилетку. Им вручают аттестаты зрелости. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поздравила выпускников бригадир школьной бригады Валя Малыхина. Прощальный бал. А почему, собственно, прощальный? Только немногие из них покинут родную станицу. Большинство останется здесь, в колхозе, будут работать, учиться в заочных институтах или в своем, Григорий-Полийском, сельскохозяйственном техникуме. И все же радостно и грустно немного расстаются со школой, с учителями, как встретит их самостоятельная жизнь. Будут у них новые радости и новые огорчения. Будет трудно и не захочется мириться с тем, что еще как липкая грязь цепляется за колеса. Еще не будет хватать чего-то очень нужного. И встретятся на их пути разные. Будет радостно побороть все это и повести других за собой. Придет большая любовь. Придет счастье побед и гордость силы на золотом поле трудов ваших. Смотрите, как это красиво. Смотрите, как это красиво. Какими широкими нивами покрылась наша земля. А как же пшеница? Лежал скошенный хлеб под дождем в волках, ничем не прикрытый. Раздельная уборка. Вот что спасло урожай. Агрономы и бригадир проверили. Зерно целое. На высокой стерне не отсырело, не проросло, сохранилось, будто под крышей. Можно начинать подборку волков. Двинули свои корабли-комбайнеры опытные мастера. Товарищ Бебешко за световой день подбирал волки и обмолачивал хлеб с 20 и с 25 гектаров. Не отставал поначалу и Мищенко. Да вот беда, влажные волки потяжелели, снизили скорость и вдруг вывели из строя машину. Хорошо, когда один хозяин на колхозном поле без всякого бюрократизма, просто через колхозного диспетчера вызвали собственную техническую помощь. Правда, раньше МТС тоже помогала, нет слов, но аварий почему-то было больше и иной раз за целый день не допросишься этой скорой помощи. А теперь, пожалуйста, и механики, и электросварка. Не горюй, Мищенко, да гоняй, товарищи, на круг по 240 кудов зерна с гектара собрал наш колхоз. А всего мы собрали в этом году зерна почти 2 миллиона 300 тысяч кудов. Больше миллиона 100 тысяч продали государству. Да ладно, раз считать, так считать. По всему выдать миллиону на 15 будет дохода больше прошлого дня. 40 миллионов рублей. У нас давно уж так заведено, что во время уборки колхозников обслуживают на полевых станах. Особенно это нравится нашим женщинам. В эту пору стараются и наши повара. В столовых, на полевых станах может и не так шикарно, ну, как скажем, в ресторане Кубань или Эльбрус, но борщ по наваристе ресторанного это точно. и холодный квасок на столах. А для любителей имеется деликатес кубанские раки. Интересный спор возник у товарищей. Как лучше спаривать жадкой? Тут раки послужили наглядным примером, как у Чапаева картошка. Помните? отдыхают колхозники. Может, кого и удивит. Горячая пора, они газетки читают. Так ведь мы теперь посменно работаем. Я так скажу, при хорошей организации можно и хлеб вовремя убрать, и отдохнуть вовремя, чтобы завтра еще лучше работать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иногда, правда, этим сердечным клятвам мешают чисто технические причины. Пора и на покой. Ставропольский и советский Миренос, колхозные мастера, такие как товарищ Тетюник и другие, настригают по 5 и более килограммов шерсти совцы. Это золотое руно для колхоза. Но самое большое богатство его племенное стадо коров красно-степной породы. Земля у нас добра, все народила. Посмотришь кругом, душа радуется. Подошла пора убирать кукурузу на силос. Початки достигли молочно-восковой спелості. Мы знаем, что с кукурузой корма сочные, коровы молочные. Или только для коров хороший тот корм. У кого кукурузы запасы, у того окорока и колбасы. Свиня растет на кукурузе, как на дрожжах. В эту воду мы заготовили двухгодичный запас силоса. Впрочем, хорошей кукурузой тепер мало кого удивишь. От сахарная свекла это почти что новость для нас. Первый год отвели ей широкое поле и родила она так, что поначалу мы со своими молодыми свекловодами не знали, управимся ли. В звене Кати Крыловой каждый гектар, я думаю, даст не менее четырехсот пятидесяти. Та шо я говорю, пожалуй, все пятьсот центнеров. А вот на круг выйдет по четыреста пятьдесят. Как говорится, не хвали с трудоднём, а скажи, сколько хлеба в нём. Глядите сами, сколько хлеба. Недавно взяли мы новое обязательство в честь двадцать первого съезда КПСС. Не только мы, колхозники всего Ставрополя решили в честь двадцать первого съезда дать сто десять миллионов пудов хлеба. Верьте мне, слово наше крепкое. А шо же дало нам эту силу, это богатство? Партия, народ дали нам эту силу, это богатство. Партия разработала важные государственные меры по крутому подъёму социалистического сельского хозяйства. Партия вывела нашу страну на путь создания изобилия. Сдержали Ставропольцы своё слово. Вот это правильно девчата поют. Хороша у нас кукуруза, да только просто хороший урожай, нам уже мало. А вот подсчитали механизаторы, во шо она обошлась. Получились интересные цифры. Раньше центр кукурузы обходился 30-35 рублей, а у 100-гектарников 12-15. Помните, как горевал Дронов? Думал, вымокли, пропали его 100 гектаров. Тогда товарищ Букин и Рубцов помогли ему. Теперь вместе радуются. Решил Дронов на радостях отдать эти початки делегатам Ставрополья на съезд партии. Пусть покажут в Москве, какая у нас кукуруза. И наша школьная бригада собрала более 10-ти тысяч центнеров кукурузы. Так мы живем в трудах и радостях обновлениях. Растут наши дети, любуются красотой колхозных полей. И если мы что-либо еще не доделали за недостатком мирного времени или по другим причинам, пусть не обижаются. Вспомнить, с чего нам пришлось начинать и что теперь достается им, молодым, ученым, хозяевам прекрасной земли. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры